У нас сегодня 9 августа, вот пролетает рой через Потеряевку. Откуда он такой взялся, непонятно. Вот он, летит. Вот сколько их. Ну смотри, можете на самом деле на саманы сейчас залететь. Так надо закрыть поди, а не поди, вывивь его. Они меня нажали. Ну что, брат? Буду у тебя мед покупать. Ага, а они вон залазили. Давай туда поближе еще. Ой, ой, рой то какой большой. Сергей Павлович. Все. Где Роман? Никита, ты пчеловод, иди быстрее ломи. Сейчас подой. Где сачок? Шапку там или как-то сачком. Смотри, где-то они отразделили. Рой разделился наверно. Половина роя улетает, половина остается. Бери, сейчас железячку стучи этим венником. Ой, ой, ой. Это рой то большой же, да? Рой большой. Стой. Вон они там. В фундаменте отдушина, вот они туда залетают. Матушку надо. Матушку везите. Я и говорил. Она на кого-то заниматься. Они за руки, да? Рой уходит еще. Матушку везите. А я каждый день поворачиваю. Матушку везите. Матушку везите. Матушку везите. Матушку везите. Матушку везите. Матушку везите. Матушка на огороде. За матушкой. Езжай на машине. Да, мы видим. Везите. Так она не будет ловить. Зачем? Если это от нее может и убежал рой. Некому заниматься. Зачем это ловить? Это серьезное дело-то пчелы. Да, почему мы ловили их? И ловят всегда. Дальше новая колодка, новая улья. Ну вот пчеловодка, ну ничего нет, банка говорит не помогает, ну нет у него времени не дать. Мы начинаем колотив банки, создавать видимость грома. Брыжим, чтобы они подумали, что дождь. Они сейчас цепляются на какую-то ветку. Едет в сыроемница, смахивает все. Это все хорошо, надо зимой их сохранить. Ну что вы начинаете? Ну понятно, зимой сохранить. Ну, я вот ездил в этом... Интересно, в Америке как? Всех пчел на зиму умерщвляют. А весной сколько тебе надо? Оживляют? Нет, умерщвляют, а сами искусственно расплод делают. То есть какие-то расплоды оставляют. Я разговаривал, ходил, мне архиепископы говорит, но все равно как-то непривычно. А в Китае уже ходят люди с такими трубочками и опыляют все. В Китае нет пчел. И главное, пчелы умерщвляют, говорит, как-то нехорошо надо все. Конечно, Николай. Но они, видишь, не кормят, не кормить не надо никто. Они сейчас все вон туда, в подпол залетают. Ну и все. Я их каждый день там по 20 штук бьют. Ну и зачем же бить-то? А куда их девать? Они лезут из-под щелей туда. Ну кто же пчел бьет-то еще? Ну они жужжат, не спать не дают, кусаются. Сколько раз меня укусили? Один. Рамки поставь под пол, мед будет. А там место, он не дает пол скрывать-то. Там нету под пола. Там лаги лежат и все. Там надо прокапывать. Как их там никак под пол пола не поймать? Там можно было бы, если раньше думали об этом, скрывать пол, сделать погреб, поставить колодку. Они бы там сейчас сидели все. Готовы взяли, а там нет под пола. А вы что? Ну, колодка улей. Пускай сами там все залез. Достало рамку, да? Да. Ничего не надо смотреть. Они так... Рой-то большой. Они же так в природе, там в дуплах, где-то там... Лови, пока тут дом строишь, мы тебе запустим. Мы обещали сегодня щепель, но еще не находимся. Вон какие они роятся. Сколько их там. Ой-ой-ой. Да, опасно с ними находиться. Рядышком. Рядышком. Надо иметь для этого время и желание. И надо не иметь других каких-то таких рабов. Больших.